вас укусил комар чешется место укуса и вы не знаете что делать смотрите видео до конца потому что в нем вы узнаете во первых первую помощь которую можете оказать себе подручными простыми средствами вы узнаете что укус комара на самом деле можно великолепно использовать для себя вы также узнаете почему часть людей кого не укусил комар посмотрев это видео надеюсь поставим на нем лайк отправил своим друзьям побегут проверять укусит ли их комар тоже ну и вы узнаете что делать осенью после того как сезон комаров закончится итак обо всем по порядку если вас укусил комар то самое простое что вы можете сделать это обработать место укуса либо обычным мылом вы его смочили и просто обработали те у кого нет дисбактериоза в кишечнике у них как правило щелочная слюна и вы просто можете слюной обработать место укуса если есть дисбактериоз вряд ли поможет потому что слюна как правило кислая и она не работает в этом случае или вы можете полечиться обычной пищевой соды берете чайную ложку соды стакане воды и этой водой обрабатываете ну фактически места укуса и фактически первую помощь вы себе уже оказали но вы знаете о чем говорит то что вас укусил комар не буду вас томить комар определяет биологический возраст человека и кусает только молодых поэтому если вас кусают комары то в принципе это хорошо они определяют то что ваш биологический возраст ну достаточно хорош потому что что ищет комар ну вернее не комар комариха комары они вегетарианцы они там питаются соками растений вот а комариком для размножения нужно человеческая кровь кровь теплокровных и фактически по теплу по ему теплу они ищут свою жертву и как избежать в принципе встречи ну по большому счету можно услышав комарийный писк сильно испугаться если вы испугались очень сильно вас похолодело все внутри у вас пазмируют сосуды кожи и по теплу выделяемому вами до этого вас комар уже не найдет ну я бы не советовал так сильно пугаться от встречи с комаром почему потому что он опять-таки напомню начало видео выбирает самых молодых если он выбрал вас он вам поставил фактически знак качества который вы можете кстати поставить уже прямо на видео потому что эту информацию вряд ли где-то услышите вы услышали ее впервые но тут есть еще один момент кому не очень страшны комарийные укусы тем у кого есть в сд и веет осуисто дистонии то регулярно попадает депрессию просто в этих состояниях при этом более густая кровь она не может обеспечить полноценный обмен веществ давление как правило снижается конечности становятся холодными и по большому счету если вы оденете одежду которая скрывает оставляет обнаженными только кисти кисти комар не найдет и не укусит с одной стороны это может быть и плюс но с другой стороны это громадный минус вышел высокая вязкость крови это высокий кардиологический риск очень серьезно рискуете такие видео есть на моем канале по лечению всд потому что делать если у вас есть темные круги под глазами то что у вас есть страхи тревоги депрессии смотрите эти видео если вы подписчик канала вам опять таки проще это будет сделать если не подписчик не забудьте подписаться потому что не только в этом видео а их других моих видео их около 500 вы можете узнать очень интересную информацию интересные факты еще не закончились посмотрите видео еще продолжается еще не все прошло потому как если вы считаете что комар ищет только по теплу вы ошибаетесь у комара есть несколько органов чувств по которым он ищет свою еду и тепло он ощущает на расстоянии всего несколько метров буквально уже приблизившись к вам найдя вас и он уже это уже доведение до цели уже по самому хорошему источнику тепла поэтому в компании как правило дети имеющие более активный обмен веществ страдают больше всех их находят чаще они просто выделяют больше тепла в окружающей среду комар находит вас на расстоянии нескольких метров но если бы у него был только такой только тепловизор комары вымерли они не смогли найти достаточное количество еды комары ищут еще по двум показателям на расстоянии десятков метров он находит источник углекислого газа и как вы понимаете под прицел комаров больше попадают теплокровные животные потому что у них обмен веществ идет более активно и больше уделяется углекислого газа а из теплокровных чаще попадают травоядные вы видели около львов около тигров рой мух думаю что вряд ли а около коровы около коня они несчастные просто окружены кровососами разными по той простой причине что они едят много растительной пищи растительная пищи по большому счету это углеводы углеводы сгорают до углекислого газа и воды и углекислый газ в обилии выделяясь через дыхательную систему привлекает себе комаров и это понятно тут нормально и вас они могут найти по этому признаку с расстояния в десятки метров есть еще один показатель который комары улавливают с расстояния в несколько сотен метров он очень интересный это молочная кислота и если вспомнить биохимию вспомнить физиологию то что такое биологический возраст с точки зрения обмена веществ две трети энергии обычный человек извлекает из углеводов и две трети энергии фактически дают возможность выделять углекислый газ из вашего организма поэтому если вас комары выбрали из приличной компании я вас поздравляю у вас хороший биологический возраст те же кого редко кусают комары или они забыли давно кусали они или нет знаете без средств защиты после видео в ближайшую зеленую зону проверьте себя вдруг они все-таки вспомнят что вы тоже есть на этом свете попробуют попить у вас кровь покажет вам что все таки вы еще не сильно постарели потому что это очень серьезный тест знаете можно выглядеть по-разному есть разные косметические средства обмен веществ у меняется очень медленно если ваш организм не может активно окислять углеводы использовать их для своей активной деятельности он переходит на жиры что это вам дает переход на жиры это другой биологический возраст совершенно другой если вас комары кусают плохо то это говорит том что все-таки организм вас мало окисляет углеводов больше жиров а жиры горят до кетоновых тел ацетон бета-окси масляная кислота они испорядают ну я хорожаясь не самый хороший запах и кстати дети склонны к ацетономии есть такой ацетономический синдром их плохо кусают комары они пахнут по-другому не пахнут углеводами ацетон отпугивает но не стоит много съедать жирной пищи чтобы перевести свой организм на такой путь энергообеспечения в борьбе с комарами это не самый лучший способ лучше обработайте свою кожу есть простые средства которые отпугивают комаров банальная гвоздика не переносят они этот запах и уходят разные средства то есть вы это можете эти средства которые отпугивают комаров найти на других сайтах но я буду говорить вам не об этом о том что говорят все о том в чем вы не знаете потому что если комары вас кусает плохо это в том что у вас высокий уровень стресса при котором организм использует не углеводы в энергетике а жиры это говорит о том что у вас раннее развитие атеросклероза сосудов возможно у вас есть жировой гепатоз уже вы больше из печень не не использует не может управлять обменом углеводов и вы склонны к сахарному диабету второго типа вы склонны к подагре атеросклероз я уже сказал то есть множество проблем возникает в том случае если организм плохо управляет углеводами ну кстати та молочная кислота по которой фактически первой ориентируется комар она может говорить о двух ситуациях вашем организме первая ситуация это конечно тяжелый физический труд понятно раз животное тяжело работает то есть двигается активно молочной кислоты образуется много животное более молодой человек более молод и у него кровь лучше ведь комариха тоже ищет себе не не самое плохое питание на выбирает кровь получше а молодые организмы они как правило лучше имеют кровь лучше состояние здоровья соответственно детям молодым комарам будет лучше питаться понимаете тут же все все понятно о чем еще говорит низкий уровень молочной кислоты если вы вас комары плохо кусают возможно о том что вы просто не знаете о том что двигаться нужно и комары вам показывают раз они вас уже не едят значит нужно что-то менять в этой жизни своем образе жизни нужно более активный вести образ жизни все изменится возможно вас ограничит боль суставов тоже такой вариант может быть артрозы артриты артрозы артриты остеохондроз это различная патология суставов может ограничивать вашу двигательную активность и это говорит о том что вы не должны просто ждать ну ладно бог с ними с теми комарами поживу и так потому что дальше за ржавыми фактически суставами начинают страдать сосуды сердца и по принципу домино падает весь организм нарушается работа пищеварительной системы выделительной мозговая деятельность падает просто артрозы и артриты нужно лечить правильно и больше суставов нужно не устранять а предупреждать нужно обеспечить очищение вашего организма чтобы токсины не ложились по суставам не вызывали там воспалительный процесс или со временем дистрофический процесс уже правильно к своим суставам относиться такие видео есть на моем канале вы легко можете посмотреть конечно возможно вас интересуют и другие состояния конечно если есть сердечно-сосудистые заболевания патология органов дыхания там например человек курит ногу или патология крови когда есть анемия здесь тоже снижается фактически ваша активность потому что основные системы жизнеобеспечения не работают интенсивно да вы хотите бы хотели бы двигаться вы увеличили двигательную нагрузку и вас остановила одышка вас остается сердцебиение вас могут остановить боль в области сердца это тоже не самые лучшие варианты конечно можно по этой причине тоже сказать да ладно не буду я двигаться сойдет и так но лучше все-таки подлечиться лучше пройти диагностику проверить свое состояние здоровья и устранить те проблемы которые в вашем организме есть и очень плохо вы знаете есть такой очень интересный момент знаете в детстве я понимаю по молодости вас комары кусали потом вдруг перестали кусать и вдруг снова вас вспомнили знаете вот этот такой вираж я думаю что он не самый лучший одной простой причине тут возможны варианты если вы ничего не делали для своего здоровья возможен нехороший исход вернее переход вашего организма вашей иммунной системы несколько иное состояние одно дело когда вы просто поняв что есть проблемы с вашим здоровьем начали что-то целенаправленно активно делать омолодились и опять кому вспомнили увидели что вы все-таки молоды не только душой но и телом и можно у вас кровь все-таки попить но если вы ничего не делали и у вас опять вдруг стали кусать комары здесь есть один момент возможно в вашем организме развивается злокачественная опухоль я не говорю что это сто процентов но исследоваться нужно потому что большинство злокачественных опухолей увы они расщепляют углеводы не до конца не до углекислого газа и воды расщепляют до молочной кислоты и у вас уровень молочной кислоты будет повышаться причем без активной физической работы потому что опухоль есть много есть хорошо она извлекает только энергию без кислородным путем и кислород не нужен для этого она берет две молекулы от f превращает сахар в молочную кислоту дальше она энергию не берет она выбрасывается молочную кислоту в кровь и она может выделяясь через кожу привлечь себе комаров вернее к вам комаров а опухоль берет следующую молекулу сахара детей так проще в энергетике она так быстрее обеспечивает активную свою жизнедеятельность поэтому если после периода затишья вас вдруг начали кусать комары не нужно пугаться это один из ранних тестов может быть того что вам нужно просто все-таки обратить на себя внимание пойти обследоваться пойти удостовериться что по невероятным причинам ваша реальность просто омолодился сам и жить спокойно а в случае если жизнь она такова у вас будет выявлено злокачественная опухоль она будет выявлена все-таки на более ранней стадии пока опухоль о себе не дает знать она как правило маленькая а 1 1 2 стадия онкологии лечится проще чем 4 вы должны это понимать и такая самодиагностика ранее может принести вам громадный плюс и сохранить вашу жизнь но для кого-то если вы затянете с обследованием возможно ее продлить потому что если ничего не делает то онкологический процесс принципе идет в одну сторону и приводит закономерному неблоприятному результату поэтому вы должны это просто понимать не как приговор а как руководство действию комар вам просто показал вернее комариха она вам показала ну есть повод для диагностики для консультаций поэтому вы это должны понимать есть еще один момент на который указывают комары потому что вы знаете при всех прочих условиях избежать встречи с комаром достаточно сложно хотя возможно вы знаете можно еще один момент использовать понимая биологию комара скорость движения скорость полета комара чуть больше трех километров в час поэтому если вы хотите избежать встречи с комаром или с комарихой вы должны двигаться со скоростью большей то есть скорость 45 километров в час позволит вам всех комаров оставить за спиной а те кто будут вам лететь на встречу вы просто легко обгоните они вас не догонят главное не останавливается двигайтесь кстати тоже очень хорошо уже комары обычно в более чистых местах обитают ну а двигаться вы экологически чистом месте это очень полезно для здоровья поэтому не забывайте об этом что уровень двигательной активности в принципе продлевают вашу жизнь улучшает состояние всего организма и суставы и сердце под под контролем и почки работают хорошо и печень который я уделяю много внимания тоже ей хорошо от того что вы двигаетесь с определенной скоростью бегать не нужно но ускоренная ходьба она позволяет избежать встречи с комаром и улучшить состояние вашего здоровья и если вы так будете себя вести в окружающей среде я вас уверяю в принципе бояться комаров не нужно потому что по большому счету когда вас укусил комар ведь почему вы чешете это место вначале вы хлопнули да через какое-то время у вас появилось ощущение вы чешете и по большому счету ведь вы же получаете удовольствие от этого вопрос не расчесывайте до громадных волдырей особенно до ссади получили немножко удовольствие обработали кожу тем что я сказал начале соды и слюной мылом и все и оставьте и порадуйтесь кстати после посещения скажем так парка там леса луга там озеро где часто водятся комары вы можете оценить свой биологический возраст по количеству комариных укусов на незащищенных частях тела если их там больше одного то я понимаю что в принципе ваш организм еще более менее хорошо выглядит хотя если вы давно не были на профилактике если вы давно не обращали на свой организм такого целенаправленного внимания я думаю что стоит обратить на него внимание и заняться все таки своим здоровьем эти пока не поздно для этого у меня есть другие видео на моем канале кто подписчика не знают они просматривают эти видео я это вижу по почте когда люди мне пишут ответы вижу по комментариям кстати вы тоже можете под этим видео написать комментарий возможно вы имеете какое-то иное мнение в этом вопросе пожалуйста я готов его увидеть и прокомментировать со своей стороны не вопрос ну а сезон комаров он такой относительно короткий да там лето немножко осень цепляет но как только похолодает знаете возьмите себе мой канал в закладке или это видео в закладке уже вы видите мои контакты после того как закончен сезон комаров может начаться иной сезон потому что лето это не только комары это еще и недомытые овощи и фрукты это введение в свой организм различных паразитов кстати часть из них переносит и комары поэтому осенью не забудьте заняться своим организмом и возможных нахлебников которые вы в теплый период года то весной летом осенью свой организм вели хорошо бы от них избавиться какими средствами лучше натуральными лучше не токсичными они токсичными для человека и неприятными для паразитов я такие средства знаю поэтому не стесняйтесь обращайтесь лучше жить без паразитов в организме чем без комаров в окружающей среде уже паразиты подъедают ваш биологический возраст а комары показывают рассказывают вам насколько вы хорошо сохранились насколько хорош ваш организм если они уделяют вам достаточное внимание поэтому я думаю что это видео я буду заканчивать с привычными вам словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и подумаю какое еще видео написать на эту тему и разместить на своем канале а вы не забудьте если вы забыли подписаться подпишитесь на канал потому что несколько сотен видео вот таких же похожи нестандартных не шаблонных вы можете найти на моем канале если это видео вам понравилось и забудьте поставить лайк мне будет приятно да и другим людям которые будет проще найти это видео среди других видео в интернете а также не забывайте есть социальные сети вы можете отправить своим друзьям знакомым в социальных сетях потому что сезон комаров достаточно такой найти интересно он периодически наступает праздник для некоторых неожиданно но наступает завидным постоянством нужно знать что делать случае если комар вас укусил и вообще что это значит если вас кусают комары до новых встреч на моем канале